Копия одновленных документов из архива Гродинского монастыра Брыгита к махшима появится в экспозиции тутающего музея. Говорка идет про уникальные рукописы 17-го, 18-го, 19-го стагодия, у рестаурации которых была проведена у межах суместного белорусско-польского проекта и презентованных на адмысловом брифингу. Ольга Максимчик про все подробнее. Монастыр ордена Святой Брыгиты у Гродни пошли будовать в 17-м стагодии. Неколи комплекс займау целый городский квартал, як и многие іншые, и гэты храм не обмянули годы за непаду. А лечас прайшоу, одякувши старанием насильниц монастыра, некоторые прадметы и документы можно убачить и зараз, да прикладу у музеи, открытым у сутаранних костела освеченного у гонор звестования на святейшей Девы Марии. Знаю каждую картину, знаю хорошо ее значение, смысл. И предполагаем, что автором картины является монах Бернардинец, который помогал тоже в премастаре Бригидак. Дзвер католицкого храма, ровно як и комплексу, открыты перед усими верниками и просто цикаунами. Музей так само примая наведывальников. И он не великий по площади, але не по значенні. То там аль кожный экспонат, аутентичная речь, раритет и уникум. Треба сказать, что непосредственно в костеле, одним из двух во все Беларуси, заховывается копия славутой Турынской площаницы. И аж это смешана неполторная рака с мощами святого Климента. У нас в городе Гродно это единственный экспонат. В нашем храме хранятся мощи чистого Климента, римского мученика, римского воина, погибшего за христианскую веру в столетии четвертом. И целая рака с мощами святого Климента были привезены из города Рима, из катакомб, и сложены в этом храме. Зараз же увага с Керована на одновленные документы с 17-го, 19-го стагодзиу, які у свой час были складены насильницами этого монастыра. Изначально они хранились, эти документы, конечно, в монастыре. В монастыре про это очень заботились, и монахинь, чтобы была история сохраненная, каждого монастыря, и вели подробную кронику, описание каждой деятельности монахинь в городе Гродно. И вот такая часть этой истории, этого монастыря, этого тоже, нашего тоже города, благодаря тому, что документы есть, мы можем эту историю познать и ближе тоже познавать то, что она не была какая-то далекая для горжан, чтобы монахи не носили свою тоже лепту в жизнь тоже города. Они вели столовую для бездомных, тоже занимались помощью бедным людям, это тоже важная деятельность. Ну и, конечно, по своей специфике, это Один, который вел ежедневную молитву за горожан, за страну, и вот тоже это было важно, что люди верили в силу молитвы, что здесь монастыре молятся монахинь за весь город. У шастливых велин рукописы были знойдены у архива монастыра Бргиток, передадены у историко-археологичный музей, где их и зауважили, и накировали на реставрацию у межбелорусско-польского проекта. За два года одна улиня прошли коля трехсот папер, ях меркуется копия документов, пополнить экспозицию музея Костела Бргиток, гэта планы. Пакуль же докладна вядома, что шастка уникального архива трапись у экспозицию, якая термая назву «Сакральная спадшина панямоння». Выстава запланована до проведения у листопаде у новым замку Гродно. Продолжение следует...